Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продукты, мониторинг показывает, что сетевые магазины, такие как «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Перекресток», в части соблюдения ценовой политики на социально значимые товары соблюдают достигнутые договоренности. Что касается ситуации с ценами на оптовых базах и вне сетевых точках продаж, в том числе указанных в обращении граждан, по всем выявленным фактам несоответствия цен на социально значимые товары, направленные обращения в Управление Федеральной Антимонопольной Службы и в Прокуратуре Республики. Сегодня 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, житель Черкесска Хамид Абулович Канаматов. Именинника поздравил глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов, написавший в своем телеграм-канале. Желаю нашему дорогому земляку крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и благополучия. Низкий поклон Хамиду Абуловичу и вечная слава подвигу советского солдата. В гостях у Хамида Абуловича в этот день побывали почетные гости. Отчествование ветерана в репортаже Артура Махце. Поздравляю с юбилеем, со столетиями, от всей души, с самого доброго, на сейдану, наилучшего. Сегодня ему исполнилось 100 лет. Умудренный военным и жизненным опытом, Хамид Абулович может подолгу отвечать, наверное, на любой вопрос. А тогда, в июне 1941 года, отправившись защищать родину, он вряд ли думал, сколько всего сложного и драматичного уготовила ему судьба. Так, с ноября 43-го и до конца войны, физически оставаясь на фронте, душой Хамид Канаматов находился рядом с депортированными родными. Рапорт все подробно описал о своих родителях. Сегодня, когда мои родители находятся под дулом комендатуры, прибывали меня в рядах победоносных красной армии, исчезая политической незапустимой ошибкой. Прошу вас, как представитель правительства, защитить моих родителей. В этот день у Хамид Абуловича и его родных приятные хлопоты. Одно за другим следует поздравление с юбилеем. Мэр Черкеска Алексей Баскаев зачитал пожелания от первого лица государства. Ваш трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Кутин. Заслуги нашего земляка на полях сражений отмечены боевыми наградами. Хамид Абулович удостоен орденов Отечественной войны первой и второй степени, двух орденов Красной звезды, нескольких медалей. Но и после окончания службы в армии его жизнь – это путь патриота своей родины, человека, которому небезразлична история страны. Мы всех погибших воинов должны почитать и зиготно. Если мы их осуществим, то Россия никогда не победит. Артур Махце, Вести, Карачаево, Черкесия. Народ России, потомки тех, кто уже не единожды избавлял этот мир от идеологии превосходства на генетическом уровне, не приемлет любые проявления нацизма. Но руководство нашей страны ни в коем случае не могло допустить строительство фашистского государства в колыбели за рождение русской государственности, отметил народный артист Карачаево-Черкесии, руководитель комитета по культуре администрации Узжикутинского района Борис Турклиев. Прежде я хотел бы выразить соболезнования погибшим родителям, близким, погибших ребятам. Безусловно, это огромное горе. Но в то же время я знаю, что это героический поступок с их стороны. Я знаю, что и уверен, что их имена обязательно будут в истории, как в борьбе с нацистами. Я, безусловно, уверен, что это вынужденная мера. Это вынужденная мера, и мы также все буквально понимаем, что эта спецоперация ведется не против населения Украины, не против людей, а против тех нацистов, вандеровцев, которые решили Украину просто-напросто сделать плацдармом для натовских войск. Я удивлялся терпению нашего президента, который долгие годы просто по-человечески пытался объяснять во всех своих выступлениях, встречах, но никто не слышал. Когда уже заговорили о том, что Украина начнет заниматься над производством атомной бомбы, это, наверное, уже была последняя капля. Я, безусловно, уверен, что это вынужденная мера. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 44 670 человек. Из них 38 375 выздоровели, 115 человек госпитализированы. Но сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой снег, днем осадки в виде снега и дождя, ветер северо-западные 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 5-10, в горах до 17 градусов мороза, а днем до плюс 5, местами минус 1-6, на дорогах Галалидица. В Черкесске ночью без существенных осадков, ветер северо-западные 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 6-8, а днем 3-5 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах Галалидица. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Черкесске продолжаются работы по созданию более привлекательного облика региональной столицы. Так, в текущем году в городе будут уложены около 7 километров тротуаров. На некоторых улицах ремонт покрытия уже начался. Где временно затруднено пешее передвижение, выяснял наш корреспондент Артур Махцея. С центральной улицы Черкеска слышен звук строительной техники. Это начались ремонтные работы, итогом которых станет преображение тротуарных зон региональной столицы. На 2022 год запланировано обновление примерно 7 километров пешеходных участков. На этом по проспекту Ленина в районе переулка Одесского строители в данный момент освобождают тротуар от старого асфальта. Пешим гражданам приходится преодолевать неровности. Однако люди с пониманием относятся к происходящему. Сейчас ведутся работы. Наверное, это дополнительное неудобство для людей. Представляет? Ну, представляет. Зато красиво будет потом. Но по городу достаточно много таких мест. Сам город, на ваш взгляд, преображается или... Да, да, преображается. Очень приятно. Нам нравится. Ну, конечно, временные трудности можно всегда преодолеть. Ну, сейчас по центру города как раз таких мест достаточно много. Как вы обходите? Вы знаете, в этом районе живу. Сейчас сейчас редко где-то бываем. Мы ничего, потерпим немножко. Администрация города Черкеска. В этом году планируется ремонт около 7 тысяч метров тротуарного покрытия. Из них около полутора тысяч – это будет новая тротуарная плитка. Остальную часть тротуаров мы планируем сделать асфальтобетонным покрытием. На данный момент ведутся работы в промежутке участка от переулка Одесского до Умара-Лиева. Подрядная организация занимается снятием верхнего слоя старого покрытия, установкой бордюрного камня. Далее, если погодные условия нам позволят, уже будут класть плитку. По словам представителя городского управления ЖКХ, большинство запланированных в благоустройстве тротуаров Черкеска самими жителями были признаны нуждающимися в ремонте. Только за последние пару лет в региональной столице удалось преобразить примерно 14 километров пешеходных зон. Разумеется, работы в этом направлении будут продолжены. Артур Махцей, Ислам Урумов, Роберт Джигутанов. Вести Карачаево-Черкесия. В Черкесске завершено строительство нового корпуса Республиканского дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов. Мониторинговая группа, в состав которой вошли депутаты парламента, представители партии «Единая Россия» и Министерство строительства и ЖКХ, проинспектировали новое здание. Подробности у Мурата Джангёзова. Строительство первой очереди этого объекта было завершено несколько лет назад, и строительство было заморожено. Затем, благодаря реализации подпроекта «Старшее поколение» федерального нацпроекта «Демография», работы возобновились и успешно завершены. Здание площадью 5126 квадратных метров рассчитано на 122 человека. В данном здании приспособлены все помещения для комфортного пребывания людей с ограниченными физическими возможностями. размещены помещения для отдыха, занятия физической культурой и спортом, столовой, помещение, здание оборудовано лифтами, подъемниками для маломобильных граждан. В общем, полностью готовы к принятию старшего поколения, которое нуждается в опеке и заботе. В новом здании созданы все необходимые условия для комплексного медицинского и социального обслуживания, для комфортного пребывания, прохождения реабилитации, социально-бытовой и психологической адаптации постояльцев, а также для организации их досуга и отдыха. Мы посмотрели все этажи и там, где для лежачих, мне понравилось то, что везде функциональные койки, везде холодильники, шкафы, везде телевизоры. И самое главное еще это двухместная палата и секционная, только две палаты. И слева, и справа, и санузлы, и все оборудовано по последним требованиям. Именно для неходячих, именно для поддержки все поставлено. Поэтому в целом я остался очень доволен. Еще мне понравились медицинские посты на каждом этаже. Они тоже оборудованы. На сегодня 99% оборудования завезено, все поставлено. Ну, конечно, любая стройка не может быть без каких-то недостатков. Это мы отметили. И спасибо ребятам. Все согласились, они устранятся. И я думаю, для жильцов созданы прекрасные условия. Открытие нового интерната позволит снять дефицит в республике для тех, кто нуждается в постоянном уходе. Совсем скоро объект сдадут в эксплуатацию и здесь примут первых посетителей. Мурат Шинкьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии наградило волонтеров, принимавших участие в организации проведения историко-просветительского проекта «Поезд Победы». Передвижной музей включал в себя 9 выставочных вагонов. Каждый из них содержал уникальную историю, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Волонтерский корпус сформировался из студентов образовательных учреждений. На церемонии награждения отметили, что количество добровольцев было внушающим, что не может не радовать. Министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов поблагодарил ребят за проделанную работу и вручил благодарственные письма. Всего в проекте приняли участие 52 волонтера и один руководитель. Я искренне каждому из вас благодарен за то, что приняли активное участие в организации проведения важного военно-патриотического мероприятия не только для Карачаево-Черкесской республики, но и для всей России, посвященного 75-летию победы. Поезд победы. Там было очень много экспонатов, которые нельзя было видеть в других музеях. Меня больше впечатлило то, что медики там находились, помогали пострадавшим. Также были естественным образом сделаны экспонаты, что можно было сказать человеку, что это было в реале, когда трогаешь экспонаты. Также могу отдельно сказать, был один вагон, где было написано «Умирая, не сломя». То бишь, это слово очень затронуло... Таким был понедельник Карачаево-Черкесии. Ну а прямо сейчас вечер с Владимиром Соловьевым. Ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова